Мне кажется, каждого из вас когда-то обманывали. Так вот, сегодня мы будем наказывать нечестных игроков, ну и будем поощрять честных игроков. И всё это на сервере ArisMine IP в описании. Сейчас мой инвентарь выглядит вот так. Но, к сожалению, этого не хватит, чтобы наказывать обманщиков. Именно поэтому я купил 5000 Арисов, чтобы купить специальные вещи. Прописываем команду SHOP, заходим в раздел уникального, покупаем здесь Бомбачь Зевса и Ока Деймоса. Ну, ещё можем захватить свиток неуязвимости. Так, а теперь по порядку, что я купил. Бомбачь Зевса телепортирует вас на самую высокую точку, даже если вы его поставите в привате. Ока Деймоса телепортирует вас за ближайшую стенку. Где появился, блин? Ну и свиток неуязвимости. Я думаю, вы понимаете, что он делает. Теперь взглянем в чат. Смотрите, ТП. Открылся магазин, только что можно голым. Я предлагаю к нему телепортироваться и проверить его на честность. Прописываем в чат команду ТПА и его ник Смайл7. И теперь просто ждём, пока он нас примет. О, он сразу спримет. Ого, ничего себе. Так, смотрите, ребята. Значит, 16 моркови 700 рублей. 32 бамбука 600 рублей. Это что, настоящие рубли, что ли? Давайте, как раз таки, у него спросим. Это настоящие деньги? Нет, игровые. Что ж, ребятки, давайте, как раз таки, прямо сейчас проверим. Что будет, если мы ему скинем, как раз таки, 700 рублей? Смайл 700. Вот так вот. Мне, пожалуй, ста... 16 моркови. Что? Ребята, видимо, он не понял, что я хочу. Я хочу морковь. Дай морковь. Кассир вон. Кто вон? Какой кассир? Чё? А, вон, ребята. Смотрите, мне дали 16 моркови. Получается, меня не заскамили. Значит, мы прописываем команду шоп. Только на... Вот так, на английском. И давайте мы им подарим вот такое зачарованное яблоко. Думаю, они его продадут по выгодной цене. Каким-нибудь другим игрокам. Всё, удачи. Вы только взгляните на чат. Открылся магазин все ТП. Что ж, прописываем команду ТП. И давайте пропишем его ник Стас 0601С. Что-то у всех резко появились свои магазины. Так, ребята, смотрите. Меня телево теряло. Здесь очень темно. Но, конечно, таки, вот этот Стас есть кассир. Окей, по ассортименту у него достаточно мало ассортимента. Но, в любом случае, давайте мы купим, например, один стак Редстоуна. Выпишем чат Pay, Стас. И давайте 6999. Вот так вот. А вам что, сэр? А мне ПЖ Редстоун 64. Так, ребята, он держит что-то в руке. К сожалению, я не вижу из-за этого блока. Но, возможно, это Редстоун. Я дал вам. Подожди, он мне уже дал? О, реально дал. Нифига себе. Только за сервис я могу уже ему дать одно золотое зачаровное яблоко. Очень уж быстро он справляется со своей задачей. Поэтому мы покупаем ему целых два зачаровных яблока. Я думаю, он заслужил. Поэтому держи, братан. Такой вот небольшой у нас обмен случился. Надеюсь, тебе понравится. Все, давай, бай-бай. Тэпнул к торговцу редкими предметами. Что же, ребята, это очень заманчивое предложение. Но я его пытался уже телепортироваться. Но смотрите, что мне пишет. Вы не можете взаимодействовать с игроком, который находится в бою. Но зачем он тогда пишет вот это вот в чат, если он в бою? Чел. Подожди, я ему отправил запрос. Отлично. И, ребятки, это... Да ладно, это... Да ладно. Это ловушка, чуваки. Ой, подожди, я... Я случайно. Ребята, я случайно сюда попал. Но! Смотрите, прикол. Здесь свободная территория, поэтому мы можем его немножечко наказать. А именно, его просто-просто слить. Давай, чел, сливайся. Последнюю точку наносим, ребята. И просто-просто его сливаем. Давай, вот так раз. Да что ты такой бессмертный? Алё, давай, вот так, до свидания, всё. Ну и смотрите, что я заметил. Свободная территория. Мы прямо сейчас можем сломать данную ловушку, чтобы он больше не гриферил. Но я бы хочу напомнить то, что Арисмайн это гриферский сервер, и грифери здесь можно. Просто у нас такая рубрика, поэтому ничего личного. Его жмотки я разыграю на спавне. Просто-просто вот тут вот их выкину. Возможно, кому-то они городские и понадобятся. О, ребята, я забыл вам кое-что сказать. Смотрите, мой инвентарь. У меня есть свиток неуязвимости, есть помощь Зевса и есть Ока Деймоса. Но у меня нет самого главного. Прописываем команду шоп, и давайте войдём в раздел стрелий и зелий. И давайте мы с вами купим от Warfenix, потому что он стоит у нас очень дёшево, всего лишь 96 Арисов. Ну и если мы его выбиваем, то смотрите, что произойдёт. Мы немножко ослепнем, но самое главное то, что мы левитируем. Таким образом мы сможем выбираться с ловушек, просто-просто тратим всего лишь 96 Арисов. А не тысячу, как вот на этот, помощь Зевса вот это вот. Продам дом за 50 тысяч, т.п. Что ж, ребята, очень замечающее предложение. Давайте мы к нему телепортируемся и посмотрим, что он за дом продаёт. Возможно, это будет... Подожди. Так, ребятки, он меня телепортировал. Это какой-то очень-очень, ребята, приятный дом. Вот только у него пола нету. Ну ладно. Давайте зайдём на второй этаж. У него здесь... Нифига себе, что это у него здесь? Так, ладно, видимо, ребята, это декорационный элемент. Давайте мы его переведём в 50 тысяч. Поэтому мы пишем команду Арис. И давайте мы поменяем наши, допустим, тысяч Арисов на 80 тысяч долларов. Раз, всё, обменяли. Ну и что ж, переводим этому новому человеку наши 50 тысяч кровно заработанных. Ну, точнее, обмененных. И давайте на это напишем, всё, я перевёл. Вижу. Добавляй в приват. Час. Ну что ж, ребяточки, ваши ставки. Примет он меня в приват, либо же нет. В принципе, дом у него очень даже хороший. Давайте мы выберемся на... Ах ты ж, говнюк. Ах ты ж, говнюк, ребята. Он просто ливнул. Подожди-ка. Давайте, ребята, посмотрим, он вообще на сервере находится, либо же нет. Да, он на сервере. А куда он ливнул? Подожди. Меня только что додурили на целый дом. Посмотрите, какой дом я упустил. С какой огромной территорией. Давайте мы вот здесь вот поставим наш сет-хом. Чтобы, если что, телепортироваться к нему. И немножечко его посливать. Я ему нормальной жизни теперь не дам. Кто бы, увей, я на РТП с кидстартами или алмазкой за один или за два не гриф. Что же, ребятки, телепортируемся. Обратим запрос к этому новому человеку. И сразу же встаем на шрифт, чтобы нас сразу не скинули в ловушку. И вы, ребята, не поверите, но меня скинули в ловушку. Да. Кто бы мог подумать. Ну ладно. Значит, что мы делаем? Давайте перво-наперво мы активируем Ока Теймоса. А именно, проходим сквозь стену вот так к нему. Такой, здорово. Я оказался здесь. Да, я читер. Ничего себе подобного. Короче, ладно, всё, его сливаем. И, ребята, самое главное. Значит, сейчас берём нашу помощь Зевса. И ставим его куда-нибудь вот сюда. И просто-напросто ливаем на поверхность. Получается, мы уже наказали данного молодого человека. Давайте мы ещё раз его сольём. Ага, он хотел меня, видимо, застраивать. Ах ты, гаванюк. Ну и плюс к тому же, мы забрали его бронь. Обман не удался. Да, братишка, да. ТП к топ-пвп за один Алма-Соу-Ес. Что ж, ребята, телепортируемся к этому молодому человеку. И, опять же, зажимаем шифт. Ну и нас, ребята, скидывают ловушку. В принципе, я это ожидал. Ничего страшного. Ловушка у них всё равно полная дерьмища. Даже, наверное, Хорусом... А, нет, Хорусом нельзя выбраться. Но, можно, ребята, просто кинуть пёрочку и сюда попасть. Здорово. Ребята, у них даже летучие мыши здесь появились. Долго вы, наверное, никого не грифилили, да, ребятки? Что ж, ребятки, мы ждём того самого главного чилика, который был в Алмазке. Потому что именно он меня телепортировал сюда. Он ещё перебочет в зе один, алло. То есть ему не нравится то, что я за четыре? Ну, братан, извини, что тебе не нравится. Сори. Ладно, давайте отсюда выбираться. Просто ставим вот крюк Зевса сюда и оказываемся здесь. Теперь самое, ребята, главное. Убиваем вот этого малого человека. И самое-самое главное. Убиваем второго его дружка, а именно вот этого малого человека. Тоже, ребята, его немножечко убив. Ну куда? В свою же ловушку, чел. Ну это же унизительно, по-моему. У меня полсердечка! О май гад, ребята, меня сейчас может закосить просто чел с руки. Но всё, теперь не может. Ну и теперь давайте мы выберем как раз наш отвар Феникс, чтобы немножечко полететь вверх. И, ребята, самое главное, кидаем пюрочки вот так вот высоко вверх, чтобы быстрее долететь. Потому что зель у нас через три секунды заканчивается и мне... О, подожди, давай, 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 да! Хух, спасся. Что же, ребята, немножко переждём и просто-просто ливнем на спаун вот таким вот образом. Всё, легчайшее. Ну и на гриферной шмотке выгоним вот этой гидре. Мне кажется, ему или ей будет это полезнее, чем мне. Ну и давайте искать следующих игроков, которые обманывают, естественно. О май гад, ребята, взгляните в чат. Продам дом за 50 тысяч ТП. Вы помните то, что я поставил там сетхом? Да? Да. Поэтому теперь вот здесь наш хом. И давайте, ребята, мы просто, ребята, ему не будем давать покоя. А именно, заходим в его дом вот так вот просто, ребята, без приглашений, без спроса. С помощью нашего Ока Деймоса. Так, оп, сюда. Оп, сюда. Всё, братан, ты теперь не будешь никому ничего продавать. Ха. У тебя теперь очень злой сосед. Ну и давайте мы у него спросим, почему же он мне не передал права на дом. Как раз таки он деливатировался на свой дом. Мне даже ему не придётся писать личные сообщения. Просто пишем в чат. Почему ты мне не передал права на дом? Я же тебе скинул 50 тысяч. И давайте дадим ему КТ, чтобы он не ливнул. А почему на этом сервере Арисы обманывают? Ты меня обманул на 50 тысяч. Верни их. Или божалеешь. И смотрите, ребята, он почему-то замешкался, куда-то смотрит на Эндермита. Что ты делаешь, братан? Но, ребята, я ему не дам спокойной жизни. Я постоянно буду давать ему КТ, чтобы он ниоткуда и никуда не ливнул. И, возможно, мы добьёмся возвращения 50 тысяч. Но, ребята, в ответ я получил только... Меня тоже обманывали. Подожди, обман... Обманули. Нормально. И что? Ты решил тоже обманывать? Я не могу дать. Ты КД даёшь. Алё. Ха, ребята, какой хитрый. Напиши ему, ты же ливнешь, если я не буду давать КД. Я тебе так деньги не могу дать, даун. Ой, блин, размешил. Я понимаю. Дай тогда какую-то ценную шмотку. Так, ребята, он полез по сундукам смотреть какие-то бафы. И он мне дал мою же стрелу. Да, это моя же стрела. Это гений, что ли? Это же моя стрела. Ты кого надурить хочешь второй раз? Я тебе хочу деньги отдать. Но смотри, если ты мне их не отдашь, то я тебе не дам спокойно играть. Постоянно буду таргетить. Ну, ты понял, короче. Ну и всё, ребятки, КД я ему больше не даю. Как можете заметить, он прямо сейчас может ливнуть. Но на сумму 50 долларов. 50 долларов. Что ты сделал, братишка? Не 50 долларов, а 50 тысяч долларов. И он написал всё. Что? Всё? Чувак, окей, давайте, ребята, посмотрим вот эту буарку. И у меня 52 тысячи. Подожди, стоп. А, не, подожди, это не его. Это 100% не его, подожди. Он мне перевёл всего лишь 49 долларов 50 центов. Смотрите, ребята, он просто пытается меня надуть. Надурить меня хочет. Окей, братан, ты сам, наверное, на это согласился. Я тебя просто просто не дам тебе в спокойной жизни. И постоянно буду теперь тебя убивать. Ребята, вы знаете, что случилось? Он не выдержал и ливнул сервера. Мы всё-таки добили своего. Да. ТП, фармилка скелетов, эффективная. 20 минут 1000 долларов. Что же, ребятки, я к нему уже отправил запросы телепорта. О, кто? Ты кто? Ты откуда? Чего? Что сейчас произошло? Как он здесь появился? Чё за бред? Подождите, как он меня снова нашёл этот уххх, Артём? Что-то странное творится на Арисмайне. Ну, короче, ребята, я к нему отправил запросы телепорта. Игрок не в сети. Да ты угораешь. Что происходит? Все ТП открыл магазин. Да, блин, сколько тех магазинов тут стало, ё-моё. В любом случае, я к нему отправил запросы. Ой, я его случайно ударил. Сори, сори, я не хотел. Так, ребята, магазин меня немножко не впечатлил, потому что это просто обычный забор. И какая-то фармилка. Так, смотрите, ребята, у него есть уже реклама репки, вижу. И инструкция, как его перечислять деньги. И даже воронка для подгона. Нифига себе, чел обустроился. Но самое главное, это вот эти таблички. Окей, кистар 3000. Блин, дорого чё-то. Ладно, давайте мы ему дадим, как раз таки, 3000, прописываем ему 3000. И давай, наверное, напишем, мне ПЖ китстарт. Правда, блин, я алмазка за 4. Зачем мне китстарт? Непонятно. Ну, ребята, он куда-то выходит, куда-то уходит. Подожди, подожди. Куда ты уходишь, братишка? Мне нужен китстарт. Сюда его давай. А, он его берёт, я понял. Давайте, ребята, мы его затроллим. Просто вот так вот будем на шифте сзади него находиться. И он... А, заметил. Ладно. Троллинг не удался, но, ребята, видимо, он реально собирает китстарт. И выкидывает его мне. Да ладно, ребята, это... Это братишки весь... Блин, покоцаны, правда. Но, ребята, это, в любом случае, китстарт. Даже яблочко дал. И даже стейки. Офигеть, как красавчик. Видите, ребята, нельзя судить по обложке магазин. Он даже, ребята, поблагодарил за покупку. Сы-сы за покупку. За такую вежливость, ребята. Мне кажется, я должен, просто обязан ему дать это яблочко. Поэтому, вот, братан, держи, получай. Возможно, ты его продашь за хорошую цену какому-нибудь игроку. Всё, удачи. А, ну и забирай ещё свою броню. Мне она не нужна. Вы только взвейте в чат. Смотрите, ТП, приучу гидру и выше. Не скамрили. От Фобоса, ребята. Фобос стоит, по-моему, 3000 рублей. Поэтому, мне кажется, что это не обман. Но, в любом случае, ребята, мы к нему отправимся на телепортацию. Зажимаем shift. И, ребята, меня скидывают ловушку. Да ладно? У чувака донат за 3000, он меня скидывает ловушку. Ты чё, серьёзно? Да ладно? Ребята, мне казалось, что такого вообще не бывает на серваке. Но, как видите, бывает. У него даже кит-старт. А где твой кит за 4? Чувак, вот так, ребята, в жизни бывает. Просто ученик донат за 3000, а он ходит в кит-стартере. Да, бывает. Честно говоря, мне его жалко. Давайте мы ему вернём его ресурсы. Мне они не нужны. Ему они, мне кажется, будут нужнее. Потому что у него Фобоса нету и нету. Что за бред? Ты чё, меня бьёшь? Ты чё, дурачок, что ли? Да, ну чё, ну ты попал, ну ты попал. Ладно, ребята, забираем все их шмотки. И давайте отсюда выбираться с помощью, что? Правильно, с помощью помощи Зевса. Просто ставим её где-нибудь вот сюда. И всё, мы выбрались. О, здесь ещё что-то напишено. Диорит. Иронично, символично. И вы посмотрите на этих двух игроков. Они пытаются меня заторгетить. Но, ребятки, ну, мой лук будет ваш сильнее. Немножечко, да? Как бы, поэтому извините. ТП открылся магазин. Чек. Чё за чек? Зачем тебе чек? И поздайте в чат! Вы не можете встретить с игроком, который находится в бою. Неужели это скам? Да ладно. Хотя нет, ребята, я ему отправил только что запрос за телепортацию. И чё-то пока что он меня не спешит принимать. Что очень уже странно. Ну и при попытке ему снова кинул запрос за телепортацию, мне выбивает то, что он уже в бою. Что-то тут нечисто. Не находите? О, май гад, спустя 3 минуты, я успешно к нему кинул телепортацию. Это было сложно. Реально. Но и он до сих пор почему-то меня не принимает. Ну давай же, прими. Я хочу посмотреть в твой магазин. О, не. Да ладно. Вот вам, ребятки, и магазин. Нифига себе. А где расценки? Подожди, может я что-то не увидел. Давай обратно телепортируемся и... А где расценки? Где таблички? Куда оплачивать? Видимо, ребята, чего просто-то забыл таблички. Ну с кем не бывает, с кем не бывает. Давайте мы... Нет, ребята, всё-таки он не забыл. Вот, это, это ловушка. И я не знаю, мне показалось, либо же нет, но где-то здесь это был незабревачный кусочек. А, вот он. Подожди, под... Да ладно. Вот он, ребята, я его нашёл. То есть, по факту, я его могу разобрать немножечко ловушку. Да, братан. Ну, так, так тоже бывает, правда. Она очень крабо-забревачна, и я, к сожалению, не могу вот тут вот сломать. Или подожди, или могу. Давайте посмотрим. Кидай пирочку вот так вот в угол, и... Давайте посмотрим. О, гениальная ловушка. Хорошая ловушка. Вот, вообще, офигенно, братан. Я ему немножечко сломал ловушку, и давайте мы зак... А, подожди. А я... Как это работает вообще? Я не понимаю этот арестмайн. Тут реально что-то странное творится. Короче, ребята, закроем вход, чтобы никто сюда больше не попал. И немножечко дальше раздербаним эту ловушку, чтобы людям было легче из неё выбраться. И, кстати, здесь приват. Подожди. Как он приватил эту ловушку? Вопрос. Но, ладно. Всё. Давайте отсюда ливнем. От греха подальше. Тпк до пвп за один кидстарт. Ес. Блин, уже задолбали такие сообщения. Но, ребята, мы к нему телепортируемся. Естественно, немножечко встаём на шифт. И нас снова не хотят телепортировать. Блин, почему? О, о, ох. Я сгину, я сгину его же ловушку. Да ладно? Он разбился. Ребят. О, он разбился. Это за... Это за один. Да ладно? Вот такого эпика я точно не мог ожидать. И давайте, ребята, мы сейчас его просто-напросто удивим. Выбиваем отвар феникс. И, ребята, просто-напросто взлетаем. Да. Он, наверное, сейчас точно в шоке. Молодого то, что я его слил. Так, ребята. Я ещё и кинул пёрку криво. Подожди. Я хотя бы поймаю её. Вот так. Оп. Так, ребята. Ладно. Ладно. Ну, окей. Ребята, такое тоже бывает. Давайте мы с помощью лука немножко с ними расправимся. Потому что я не хочу, чтобы мне давали кдшку. Всё, ребятки. Всё. До свидания. Ну, и теперь просто пёночка отсюда вот так выбираемся. И посмотрите, какая это тупая ловушка. О, май гад. Из неё можно выбраться даже с помощью пёркой. Тупо вот так вот кидаете пёночку вот так вот. И... Блин, мне помешал этот синий амогус. Так вот. Кидаете пёночку куда-нибудь в угол. Например, вот в этот угол так кидаете. И просто здесь застреваете. И всё. По факту вы можете вот так вот ливнуть. Но я хочу их удивить. А именно, выбить отвар феникски. Оп. И, ребята, просто полететь. И, ребята, при этом давайте мы будем кидать в стороны пёночки. Чтобы быстрее полететь наверх. И, ребята, всё. Поздравляю. Мы только что выбрались из ловушки. Ну, и для эффектности давайте мы зайдём в Незер. Почему бы нет? Эээ, что не может меня ударить? Ах, ты же говнюк ударил. Ну, ребятки, что мы делаем? Мы сдаём вот сюда. И его убиваем. Ха-ха. Троллинг. Давайте мы сломаем им портал с помощью вот такого бага. То есть мы просто закрываем наш Незер портал и... А, подожди. Ай, стоп. По идее, как теперь этот портал не должен у них раб... Работает. Да ладно, работает, ребята, да ладно. Теперь он отсюда никак не сможет выбраться. Просто, поскольку если ты в портале, то ты не можешь писать... Как он мне ударил? Чего? Походу, ребята, это какой-то читер, потому что он мне ударил через портал. Это... Э... Это невозможно. Но ничего, ребята, всё. Теперь он отсюда никак не выберется. Только с помощью администраторов. Поэтому удачи ему. А мы идём просто на спаун. Всё. Партишка, до свидания. Кто меняет блок земли на что-то ценное? ТП на варп-майн. А, кажется, это сообщение я уже где-то видел. Ладно, ребята, телепортируемся на варп-майн. И, смотрим, здесь должен быть Стасик. Вот он. Я его где-то видел тоже. Подожди. Так, ладно. Окей, ребята, у него есть блок земли. Давайте мы дадим ему карацкий зачарованное золотое яблоко. И он мне должен сейчас дать что? Правильно. Да, даёт. Красавчик. Ладно. Что же, ребятки, давайте дадим ему тогда тоже яблочко. Потому что, ну, по факту он меня не обманул. Поэтому держи второе яблоко. Не знаю, что ты с ними будешь делать. Но в любом случае. Большое спасибо за блок земли. Он мне карацкий и нужен. ТП раздача. Если вы, ребята, не в курсе, то у нас запрещены раздачи. Поэтому его вообще можно забанить за раздачу. Но, ребята, мы к нему телепортируемся. Зажимаем shift. И, ребятки, это... Это ловушка. Да ладно. Вот и раздача. Давайте, ребята, попытаемся его скинуть в его же ловушку с помощью нашего яблочка. Давай. Давай. Сам. Сам. Сам прыгай. Давай. Давай. Нифига себе кто пришёл. А ты откуда здесь взялся? Ребята, всё. У нас реально есть задача скинуть в этого малого человека в ловушку. Но что-то у нас как-то пока малорезультатно. Но я не теряю надежду. Потому что, ребята, я хочу их немножечко унизить с помощью их же ловушки. Поэтому... Давай. 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 Прыгай. Оп. Давай. Прыгай. Опа. Она. Блин, не получилось. Ну, ребята. Ладно. Надо просто вот так вот стрелу вот одному. Да, блин. Я сказал одному. И второму. Так. На. До свидания. И до свидания. Не получилось скинуть в их ловушку. Обычнейшее. Из неё можно выбраться обычным перлом. Просто вот так вот кидайте в стенку перл. Блин, не получилось. Сейчас, секундочку. Так вот. Кидайте в стенку вот так вот перл. И просто... Да что... Что за фигня? Ну, ладно. План Б. Берём помощь Земса. И отсюда вот так вот вливаем. Донат всегда решает. Не замените. Угадайте, кто только что открыл новый магазин. Да. Игрок под ником Mr.DemonFTS. Телепортируемся к нему. И этот игрок уже ожидает запрос на телепортацию. Ну, нифига себе, у него там спрос, видимо. Но всё-таки я к нему попал. И, блин, опять этот забор. Почему он везде, блин? Ладно. Самое главное то, что здесь есть кид-гидры. Окей. И ещё рефералка. Да ты задолбаль. Чё вы... Это... Ладно. Кид-цербера 9 тысяч. Подожди. А кид-гидры ж в чём при... Окей, подожди. Давай теги мы переведём как раз-таки 9 тысяч. И напишем кид-цербера. ПЖ. Так, ребятки, он куда-то пошёл. Мне это не нравится. А ну-ка, братишка, я за тобой. Я сзади тебя уже. Всё, всё. Мне нужна броня. Давай сюда её. И, ребятки, он её выдаёт. И это... Кстати, на борту реально. Получается, челик меня не обманул. Красавчик. Поэтому он получает вознаграждение в виде зачарованного яблока. И, естественно, обратно его же шмотки. О, даже могу ему выкинуть кид-старт. Не нужны мне. Ну и, кстати, за сегодня, на удивление, очень много честных игроков. Обычно всегда меня кто-то обманывает. Но в этом ролике очень много подкрывалось в магазинах. И многие меня не обманывали. На удивление. Но я упередаю телепортироваться к Таджику одному. ТВ, КДВ, ВВЗ, 1ЕС. Вот, я уверен на тысячу процентов, что это будет ловушка. Какой-то вот обман. Но давайте мы как раз-таки телепортируемся. Разложим немножко инвентарь. Ну и, ребята, и что я говорил. Он даже не в силах меня скинул... А, ну, ладно, в силах. Беру свои слова обратно. Но прикол им это в том, что... Да, блин, задолбал сливать. Ты что, в себя поверил, что ли? О, новый уровень, нормально. Прикол в том, что здесь свободная территория. Была бы у меня кирка, я бы это все дело разломал. Но, к сожалению, я ее выкинул. Поэтому не получится. Помощь зевца мне в помощь. Ну и для профилактики. Давайте мы их немножко подгасим с помощью нашего лука. А то совсем распорисались уже. И у него какой-то еще третий чел появился. А, это как раз-таки... Это самый главный был. Все, главного мы слили. ТП, раздача резов. Ломают сундуки. Телепортируемся к челику под ником Крестики Нолики. Уже не внушает доверие, если честно. Но мы, опять же, остановимся на шифт. И просто ждем телепортации. Ну и что вы думаете, ребята? Это просто... Что это за ловушка? Что за тупая ловушка? Да, он еще и лим. Капец, кайф. ТП, кто по ВВАлмазке. Или кистарт. Голых слив. Что ж, телепортируемся к челику с ником Лин. И, блин, опять же, снова странный ник. Задолбали челики. И, ребятки, под... О, ах, ты ж говнюк. Здесь, ребята, второй чел. Второй чел, это уже нечестно. Это нарушение правил. Поэтому забиваем этого челика. Забираем его шмотки. И... Блин, ну это нечестно, ребятки. Был бы ты один... О, я еще квест-разбойник прошел. Нифига себе, что-то сегодня у меня продуктивный день. Так вот, был бы ты один, естественно, я бы тебя не снил. И даже дал зачарованное золотое яблоко. Но, к сожалению, ты меня обманул. Вонючка. ТП, обменяй свой инвс на что-то ценное. Видимо, челик хочет обнять свой инвентарь на что-то ценное. Поэтому давайте мы, как раз таки, посмотрим, что у него в инвентаре. И у... Угу. Интересно, конечно. Давайте, ребята, к нему телепортируемся. И, знаете что? Мне вот очень интересно, что он хочет получить взамен вот на эти ресурсы. Он меня успешно принял. И давайте напишем, что ты хочешь получить взамен на твой инвент. Ага, он мне сразу скидывает шмотки. Блин, гениальный человек. Ладно, ребята, давайте дадим ему тотем. Ну, блин, в принципе, что мне шмотиться? Правильно? Правильно. И вот еще его другу тоже скинем тотем. Почему бы нет? В принципе, этот тотем очень ценится на рисмайне. Но, поскольку я вижу то, что это новички, я думаю, им будет это полезно. Блин, еще, чел. Ну, ладно, давай еще на тебе тотем. Блин, раздача какая-то получилась уже. ТП, кто ПВП? Что ж, ребята, телепортируемся к этому новому человеку. Опять же таки, по проверенной схеме зажимаем shift. Ну и ваши ставки. Примут меня в ловушку, либо же на чистую территорию. О, принял. А, вау, подожди. Стоп, 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 ребята. Мы с ним ПВП-хаемся. Немножечко, ребята, совсем чуть-чуть. Просто смотрим, что он будет делать. И так, подожди. Он куда-то зашел. Он зашел, видимо, в свой... Что это? А, нифига, этот магазин. Ладно. И... Подожди, здесь что, нет ловушек? Подожди. Стоп, 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 стоп. Подожди, 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 братан, подожди. Давайте это внимательно посмотрим. И... Подожди. Да ладно. Видимо, здесь реально нету ловушек. Это дом без ловушек. Я в шоке. Здесь какой-то игрок, правда. Но в любом случае. Что ж, ребятки, давайте дадим ему мой инвентарь. Вот, вот так вот. Я думаю, ребята, ему будет реально полезно. Потому что он действительно не обманывает. И я предговорю вам это дать ему Ока Деймоса. Ему оно точно понадобится больше, чем мне. Потому что у меня есть помощь Девса. И с помощью него мы сможем вот так вот ливать. ДБ. Кто был Б1Х1 в З1, З2? Что ж, телевортируемся к этому молодому человеку. Ага. Ага. Вы не можете взаимодействовать с игроком, который находится в бою. Интересный молодой... О, отправил. Так вот, зажимаем Shift. Ну и, естественно, ребята, меня пытаются скинуть ловушку. Только вот немножечко у вас, ребята, не получается. Даже вот... Блин, ребята, шо... Шо за лубы? Они реально не могли меня скинуть ловушку. Гений, конечно. Что ж, с помощью хоруса пытаемся отсюда ливнуть. И у нас это... Получает... А, стоп. Стоп. Я здесь был, по-моему, нет? Да, ребята, я вот этим лесом ливал от этих молодых чувачков. Кто мне звонит во время съемок? Алло. Ну и, конечно, ребята, теперь меня сливают. Просто из-за того, что мне позвонил челик. Спасибо, блин. Короче, ребята, ладно. Большое спасибо за просмотр. С вами был Фриз. Переходите на два видеоролика, которые видите прямо сейчас на экране. Они получились не менее интересными. Ну и не забывайте то, что играл я, естественно, на Арис Майне. Айфи находится на экране в описании, так что присоединяйтесь и... Не забывайте про подписку на канал, потому что меня смотрит всего лишь 60% подписанных. Ой, подождите, наоборот, 40% подписанных, а 60% на меня не подписано. Короче, желаю всем удачи. Всего удачи. Всем пока. Всё, пока, короче.